Вы про ошибки когда говорили, ну для вас, наверное, не секрет, с вами на эту тему говорили мои коллеги. И неоднозначно воспринимали поклонники и коллеги, и уж не знаю как в семье, тот факт, что Караченцев появляется на публике, что он появляется в эфире, что он появляется на сцене. Самые разные по этому поводу существовали трактовки и оценки. Это не было ошибкой сейчас, ретроспективно оценивая все это? Я делала ему достойную жизнь. Вы считаете, это было ему надо? Потребность! Чего сидим-то? Может, все-таки в театр махнем? Чего без культур-мультур? Куда? Какой? Вот давай поедем туда. Вы понимаете, что перед смертью он знал, что он умирает, что у него онкология? Мы просмотрели все премьеры в Москве. Мы знали, что мы идем к финалу, и мы хотим насладиться тем, что здесь, в этом мире. Да, он инвалид, но он хочет это видеть, понимаете? Он шел по улице, по Тверскому бульвару, скрюченный, да, идет вот так. Ему неловко, а то, что он так плохо идет. И вдруг подходит женщина со мной с передним на колени, целует ему руки. Спасибо, что жил, что ты живой сейчас. Давай живи, давай живи, как Шукшин на последней капле своей крови. Сжигай себя и не стесняйся. И мы по Тверскому бульвару гуляли, и мы проверяли, бежит ребенок. Ури, 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 на, на тебе, спасибо. И дает ему шоколадку. Мы приходили сюда с конфетами, с бутылками с Тверского бульвара, какие-нибудь, придут мужики выпить. Караченцев живой, на! Видите, все, в Тель-Авив приехали, я только привезла его на Мертвое море. Отвернулась, я оформляю, да, гостиницу. Это мы лечились, ну, просто на субботу, воскресенье, к Мертвому морю. У него здесь уже виски, конфеты. Я говорю, что такое? Народ несет, знает своих героев, понимаете? И они подходили и целовали его, обнимали. И сейчас, когда мы были в Тель-Авиве уже на облучении, мы приехали в этот самый, как его, гробу Господню, в Иерусалим. Так его несли на коляске люди, которые туда шли. Я что, им неприятно на него смотреть? Да хорошо, что он живой. Вот, знаете, я радуюсь. Многие его друзья, насколько я помню, и Александр Гаврилович, Абдулов, и Олег Иванович Янковский. Не знаю, как насчет Збруева, но эти вот двое ведь весьма скептически оценивали вот именно вот эти ваши усилия. Вам это было обидно? Олег Янковский, потерявший вес на химиотерапии, уже будучи облученный, когда играл, когда оставалась только одна челюсть и такие тоненькие ножки, он играл, и зал ему аплодировал. Просто каждый проходит свой путь, понимаете? Олег Янковский не позвонил, когда Коля разбился. Саша Абдулов не позвонил, когда Коля разбился. Марк Анатольевич тогда, 14 лет назад, позвонил. Принес свои, как говорится, соболезнования, сказал, что может помочь там театр и так далее, и так далее. А когда он вышел и приехал, наконец, в квартиру, и Марк Анатольевич Захаров, и Марк Борисович Варшавер приехали его навестить к нам в квартиру в шведский тупик. Для Коли это был просто праздник. КОНЕЦ